радиорусский хит что характерно мы здесь не одни у нас гостях певица настасья сразу тебе вопрос как думаешь где она сейчас слушают нет не только москва и московская область вся россия нет нет весь мир тебе ну и сельсинки как тебе передали привет непонятно же они тебя слушают сейчас прислали из америки подключили там к магнитоле своей да там и вот тебе как раз слушаю тебе огромный привет это русскоязычные и по-английски тоже разве если ты понял что значит hello то напиши что да все понял да песенки еще он присылает в сердце вторит анастасии я хочу чтобы эта песня это песня не кончалась и услышав ты спросил что прозвучало надо давать меньше говорить я перехожу в такое же состояние не такой развались на диване зову его так спасибо тебе огромное развалистика ладно хорошо давай наверное еще одну песенку вы исполните вместе с антон павловичем антон павлович это если что тот человек который играет на гитаре и хорошо получается ну-ка не только пишет рассказы но еще и на гитаре и пьесы как говорится следующая песня как называется а человеку нужен человек по любому ладно хорошо давайте послушать хочешь не говори настасья на радио русский хит человеку нужен человек когда расходятся мосты светят фонари мы переходим вдруг на ты родим до зари давай еще чуть-чуть хотя бы полчаса вместе проще верить в чудеса от незнакомых до родных пора тем город смотрит свои сны а нам зачем а самым главным и про мелочи за полчаса вместе проще верить чудеса быть одному быть одному привычна кофе книги кино и кажется что все отлично и все равно не обманешь сердце уже который век человек чтобы согреться человеку нужен человек все танцуют с и век и не а теперь и и Ведь вместе проще верить в чудеса. Быть одному привычно, кофе, книги, кино. И кажется, что все отлично, и все равно. Не обманешь сердце уже который век. Чтобы согреться, человеку нужен человек. Чтобы согреться, человеку нужен человек. Точно, точно, чтобы согреться, человеку нужен человек. Прямо правильно поняли, но не попали в ноты, к сожалению. Ну, это нормально, мы специально так делаем. Мы же радиоведущие, не певцы. Мы не дядя Валера, как говорится. Да, вот, например, Леонардо Дикабриев написал, что чтобы согреться, нужен конь. У нас много вариантов, на самом деле. А можно же, да, не запускал конкурс, я смотрю в Инстаграм, запустить конкурс, чтобы согреться, и продолжить фразу. Продолжите, да? Да, вот мое продолжение. Снимите свою версию, получите шикарно. По фильму «Выживший». Нет, чтобы... А почему конь? Ну, он там забирался в конь. Ну, ладно, посмотришь, конечно. Потому что он в пальто. Ну, да, ладно. Ну, чтобы согреться. Конечно, скажу. Нет, приз не мой? Приз твой. Да! Отлично, смотри, убрала. Я бы делал конкурс. А какой приз? Конь. Да ладно. Судя по звуков. Чтобы приз скакал. Ну, ладно, он тебя будет ждать. Зря билет на поезд купил. У меня же есть конь теперь. Пока не поздно. Слушай, Настя, ну, а какие-нибудь дуэтные темы ожидают поклонников твоих? Удивительно, что этот вопрос постоянно задают. Это рубрика постоянных вопросов. Рубрика постоянных вопросов, да. Нет, не ожидаются. То есть не будешь вообще ни с кем. Вот это, кстати, я слышу впервые. Думаю, что в ближайшее время не хочется мне этого. Ну, то есть хочется, когда уже буду более твердо стоять на своих ногах, музыкально, авторски и так далее, и так далее. Чтобы уже в дуэте быть не просто приложением кому-то, а партнером с кем-то. Вот так вот. Равноправно. Слушай, ну у тебя такая хорошая музыка, легкая. Вот, назовем ее так, легкая. А есть всякое. Просто сегодня утро. Я не стала вам тут роман со слезами лить. А я хотел как раз спросить, а где же ты черпала вдохновение, чтобы вот на такую вот именно легкость в своих позициях? А вдохновение же оно везде. Как по-философски ответить или по-утреннему? Ты знаешь, ответ по-утреннему. Ответь честно. Ну я шла, у меня упало облако, и мне так стало легко. В общем, да, это можно и так назвать. Ромашки, ромашки. Как же это здорово. Не бывает, просто многие, не скажу, что все девушки, исполнители, которые приходили, они почему-то, вот я как заметил, они рассказывают про как... С разбитым сердцем к вам приходили, затаскивая. Нет, вроде может быть. Это, слава богу, не видно было. Они рассказывают про какую-то там хандру, не хандру, депрессию и все остальное. А весной вроде у них там что-то другое происходит. Да, да, да. Ну типа осенью они писать не могут такое, потому что, ну, не тот сезон. Они чувствуют себя иначе, а весна, она как бы располагает к этому. Вот ты попадаешь... Не можешь писать, не пиши. Вот что я хочу сказать. Поняли вы все. На самом деле, ну, если ты пишешь песни, то ты их пишешь. Ну, у кого как приходят, кому-то действительно нужно дождаться разбитого сердца, чтобы сесть и написать. Я в какой-то момент поняла, что если я не пишу, потому что у меня не разбито сердце, то мне нужно найти себе другое вдохновение, потому что сидеть и ждать, пока мне сердце разобьют, это не вариант. Ну, просто не поесть там пару дней, да, и хочу есть, и прыду. Можно же писать и хорошие, счастливые песни, правда же? Можно же не только про грусть, печаль. Это было открытие для меня, если честно. Я понял, это здорово, что ты рассказал, но вопрос несколько другой. А, я на свадьбе ответил вопрос. Можешь ли ты в грустный период времени написать хорошую, ну, интересную песню? Ну, в смысле, веселую, интересную. То есть два дня не ела, голодная написала что-то про... Тебе грустно капец, но ты такая... И может ли вообще прийти то состояние тебе, когда ты напишешь татарататаратарат? Ну, нужно себя отдать. Если найти чем себе настроение поднять, то да, конечно. Когда тебе совсем плохо, грустно, ну, веселую песню тяжелее писать. Лехе просто нужна веселая песня? Веселая песня. Ну да. А ты поешь, Леха? Он хочет запеть. Каждый день. В туши? Да, как с дядей Валерой. Сосед дядей Валерой. Ребята, ребята, девчонки, давайте сделаем небольшую рекламную паузу, после нее вернемся и продолжим разговор с нашей гостьей, сегодняшней певицей Настасьей. Далеко не уходите, слушатели. Олег Сергеенко и Леша Нечаев на радио «Русский хит». Да-да-да-да-да, и что самое главное, что мы здесь не одни, у нас Антон Павлович гитарист вместе с певицей Настасьей пожаловали в нашу радиорубку. Именно в такой последовательности. Именно в такой последовательности. Потому что Антон Павлович только что пил чай. Как тебе чайок, кстати? Вот так, показывай. Да, это наши спонсоры. Большой вам привет. Очень вкусный чай, очень. Они должны были услышать это. Ладно, хорошо. Тут вот народ тебе скандирует, какая-то красотка. Да, это очень много. Очень много. Все для ваших усладных глаз. Услаждать глаза ваши пришла красивая я. Ты просто переводишь через гугл. Я иметь услаждать ваши глаза. Вопрос такой, мне кажется, странный, но тем не менее Марина его задала. Как ты относишься к своим поклонникам? Я думаю, здесь есть некий подсмысл. Ну, в том, что не достают ли тебя. А, я думала, что мы про творчество здесь. Ну, я отношусь к ним с большим уважением и любовью. И с благодарностью. А к поклонникам мужчинам? Ну, кстати, да, почему нет? Те, кто бьют поклон, когда тебя видят. Ты хорошие люди. Нет, к мужчинам еще с большим уважением и благодарностью. Спасибо большое. Виктор тебя поросит передать привет всем. Ну, я читаю, как написано. Не знаю, что там уж правильно, что неправильно. Все уже запутались. Всем пожарникам Зеленограда. Они тебя любят. Дорогие пожарники Зеленограда, пожалуйста, берегите себя. И спасайте город от пожаров очень аккуратно. И привет вам. И привет вам. Это очень важно просто. Представляешь, вот если бы ты был пожарником, вот как бы ты себя чувствовал? Ты же каждый день вот ты прям... Я в частных лежал. На острие. На смене. Да. Да. А потом, не дай бог, звонок тревожный. Беларусь ждет тебя и любит. Ой, я с удовольствием. Сейчас страна. Да, большой привет. Большой привет. Так, что мы еще тут? Разбираем почту. Ну, это штат Орегон. Ну, придумай какой-нибудь вопрос там. А что придумать? Народ скандирует просто. Скандирует, чтобы ты исполнил еще раз песню «Самолетами». Им понравилась именно версия... Акустическая. Акустическая. Акустическая крутая. Это мы можем легко сейчас сделать. Но перед этим несколько слов своим поклонникам, нашим слушателям, потому что будем прощаться. Пора нам закругляться. Да. У меня не всегда есть возможность вам это вслух сказать. Спасибо вам огромное, что вы есть. И давайте видеться в этом году, я надеюсь. Поэтому всем прекрасной весны, замечательного лета. Мы к нему уйдем. Вот хорошо. Плывем прям. Да, да, да. Любите, пойте, слушайте хорошую музыку. И отличного дня всем. Да, и Настасью на радио «Русский хит». Прямо сейчас с самолетами. Кто запомнил слова, подпевайте. Потому что песня такая подпевательная. Поехали. Подпевательная. Когда он просто смотрит вверх, а по небу так. Облака словно рисуют нам знаки и в руке застывшая рука. Я не хочу туда. Аэропортами разбросанные города. Когда холода и дело времени, скомканные фразы на вопрос. Когда голос потерянный? Даже если ты вернешься скоро, это слишком долго. Нужно под рукой. С самолетами вверх, разбивая сердца. Миллионы дорог расходятся. Забывая себя, отпускаю тебя. И проще не знать, как все сложится. И незачем ждать. И все впереди. И на расстоянии про любовь мы привычные верить в глупости. Мы забегаем на минуту переждать дожди. А потом мы снова по полюсам. Буду ждать и прилечу. Ты только жди. Но даже не верится В руках билеты. Что за пропасть в этом времени? Хоть на миг нам что-нибудь измени. И двое нас в безумном измерении Дорога стелится. Но даже если ты вернешься скоро, Это слишком долго. Нужно по-другому. Самолетами вверх, разбивая сердца. Миллионы дорог расходятся. Забывая себя, отпускаю тебя. И проще не знать, как все сложится. И незачем ждать. И все впереди. И на расстоянии про любовь мы привычные верить в глупости. А-а-а. Ну такая немножечко. А мы в эфире? А мы в эфире. Да ладно, микрофон выключил еще? Да. Включил. Слушай, ну аплодисменты. Ура! Это был круто! Энвар Дивероятно! Ура! Певица Настасья. Да, певица Настасья. А Антон Павлович, большое спасибо за то, что пришли. Время уже. 11.00 между прочим. Всем пока. Пока-пока. Спасибо огромное